Алиса, включи гламур. Вот такой вот каламбурчик у нас. У меня план готовить блюдо, что за бред-то. Я выиграла эту жизнь. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня влог. Без социальных сетей 48 часов. Я делала такое видео тем летом. Хочу сделать еще раз. Сегодня. Эти два дня. И посмотреть, как что будет. Собственно, да, я захотела снять такое видео, потому что летом у меня обычно активность в социальных сетях, она еще сильнее, потому что больше свободного времени и больше соблазн просто посидеть в каких-нибудь рилстиках. И учитываем тот факт, что за этот год я набрала аудиторию и еще больше связан с социальными сетями. Из-за этого я еще больше в них сижу. Прекрасно. Знаете, я сделала по-умному. Я уже запланировала публикации на завтра, на послезавтра. Телеграмм, он останется у меня на любом случае. Я буду там вещать, потому что там я делюсь мыслями, которые приходят мне прямо сейчас. Скорее всего, это будет один-два поста в день, что немного занимает времени, поэтому я считаю, что все супер. Моя цель именно не заходить на аккаунты других пользователей, не смотреть рилсов, не смотреть там шорсов в ютубе каких-то видео. Хорошо провести время без развлекательного контента, без вот этих всяких видео, понимаете, да? Моя цель не заходить вообще в телефон, такого нет. Это видео ведь не называется 24 часа челлендж без телефона, это без социальных сетей именно. То есть я могу там снимать что-то, я могу монтировать, но просто больше акцент у меня будет именно на жизни. Нужно понять, что я могу сделать сегодня. В общем, у меня же заготовки в голове есть, но я поделюсь и с вами этим. Вообще, сегодня первый день приехала в Нижний Новгород с огромным чемоданом. Уезжаю в Краснодар через 4 дня к своей подружке, оттуда мы поедем на море, и очевидно, что я взяла достаточно много вещей. Пока я его везла, еще там не упало 5 раз. Я его еле довезла, и мне желательно его сейчас немножко раскидать какие-то вещи, понять, что вот это я возьму с собой, это я не возьму, но это быстро будет. И огромную косметичку у меня тоже, я бы ее немножко разобрала, но сильно бы не разбрасывалась вещами. Вообще, к чему я сказала, что я в Нижний Новгород, и о том, что, скорее всего, я хочу провести время со своими братиком, сестрой. Жаль, что сегодня не выходной, мои родители не свободны, чтобы провести самое как-то время, но у меня есть на это две мои младшие сестры и один младший брат. Этого достаточно, и мы что-то с этим придумаем. Итак, дорогие друзья, сейчас я буду писать свои планы. Я не знаю, что получится из-за этого, потому что в моей голове сейчас ровно две с половиной идеи, чем заняться. У меня взрослый голос. Гламур. Что гламур? Включи гламур. Ничего нет. Знаете почему? У вас включен детский режим. Включи гламур. И, а в чем шелом? Нерки. Нашлой вставай. Я вдохновилась такими референсами. Посмотрите просто, какие красивые платья. В целом тренд на белый цвет, как вы видите, тоже в белом. На белый цвет, на легкость, на кружевность, на фея-кор немножечко, да. Я хочу сегодня собрать такой образ, который будет как раз-таки напоминать вот эту эстетику, которую я вам показала раньше. Об этом я сниму, наверное, шортс. То есть я не буду выкладывать его, нет, просто сниму, как бы да. Я подготовила уже платье, аксессуары и все, что мне нужно для съемки. И сейчас займусь как раз-таки съемкой. Просто соберу образ, свое удовольствие, по-моему, идеально. Я сейчас как раз-таки в процессе съемки этого видео. Мне так приятно, боже мой, получать какие-то уведомления, комментарии от вас. Я так растрогалась, но просто мне было так приятно, что я снимаю видео, и параллельно мне приходят комментарии, уведомления, какие-то с сердечками, какие-то приятные слова под моим новым видео, которое у меня автоматически сейчас загрузилось. Это так приятно, боже мой, я просто вас обожаю. С другой стороны, это классное напоминание о том, что мне нужно сейчас убрать уведомления, чтобы я не отвлекалась на социальные сети, потому что мне очень хочется зайти и ответить. Но я это сделаю, наверное, через два дня. Так, платье наконец-то было отснято, где-то полтора часа я потратила на это. Мой макияж немножко сейчас такого характера. Тем временем у нас уже Аберик, и поэтому я сейчас пойду что-то себе приготовлю, что-то сделаю. И у меня пришла посылка огромная, ну не огромная, там 10 позиций, по-моему, на Яндекс.Маркете. Поэтому сейчас я пойду туда забирать эти вещи, показывать вам. И так как я счастливый обладатель младшей сестры, которой 10 лет, и младшего брата, которому 5 лет, получается так, что они услышали, что я иду, и захотели тоже пойти, поэтому мы идем втроем. Ну, как бы, ладно, на улице 30 градусов, и казалось бы, что можно не ехать даже ни на какой Краснодар, ни на какое море. Фитик примерно такой, потому что, ну, очень жарко. Сейчас я, кстати, потратила... Сейчас я, кстати, потратила где-то... Сейчас я потратила где-то 30 минут на то, чтобы выложить публикацию в Инстаграм, в ТикТок, и я не смотрела публикации других людей, чем я просто горжусь. На самом деле, у меня просто нет времени, потому что меня уже ждут мои малыши, чтобы мы пошли вместе в магазин. Для них провести время со мной как-то что-то вместе будет замочить всегда интересно. Я не хочу, чтобы они долго ждали. Я, наконец-то, забрала этот пакет. Но он, правда, очень тяжелый. Давайте я быстро покажу, что я купила. Конечно, проверила вещи в магазине, но я их не примеряла, не смотрела. Первый наш лот — это такой комплект. Первый у меня что-то такое яркое, что-то такое сильно яркое. Комплект шортиков и рубашки. По-моему, просто идеально. Я померю попозже. Второй мой лот, который я купила себе по SPF и миску. Просто охлаждающий. Я решила, что в Краснодаре это мне понадобится 100%. Сразу его распаковать и посмотреть, что там и как. Что у меня очень получается. Ну, открывать что-то и смотреть. Мне не без разницы, что это даже. Потому что это SPF гель, а не крем полноценный. Пахнет, как все остальные SPF, которые у меня были. А, это вообще типа масло какое-то. Как я вообще покупала и не посмотрела, что это, я не понимаю. Почему ты сейчас определяешь, что это? Миска с гиалуроновой кислотой. Но, по сути, мне нужно было просто ради этой баночки. Потом туда наливать воду и пшикаться в целом все. Следующий оппонент. Это у нас сумка. Я ее не открывала, реально. Реально. Мне просто было очень необходимо. Нужна какая-то легкая пляжная сумка из вот такой тонкой ткани. Я решила купить ее. Ну, и мне кажется, с оранжевым костюмчиком это сочетается. Такой принт. Это довольно большая. Очень нашел от этого капучинатора. Я очень хотела капучинатора. У меня есть, знаете, какой не ручной, а именно, в который наливаешь молоко, и он взбивает. Но это здесь дома, в Нижнем Новгороде. А в Москве у меня нет такой штучки. Я бы очень хотела. Очень хотела бы такое делать. Купила какой-то новомодный. Есть разного вида вот эти вот вентили. Вентили. Надеюсь, он будет хороший в деле. Все остальное мне в целом не важно. Упаковка какой-то взрослый состоявшийся женщина получается. Ну, ладно. Следующие две вещи, которые я купила, тоже относительно, можно сказать, для моря. Я предположила, что, скорее всего, на море я загорю. Хотя мы будем там 2-3 дня, но в Краснодаре тоже погода такая, знаете, солнечная. Я подумала, что вот эти вещи сделают мой макияж еще лучше. Это... Я забыла. Румяна и бронзер. Давайте покажу. Еще у меня было желание просто сделать тот самый макияж, который называют закатное солнце или как-то так, где очень обильно используют румяна. Румяна, они максимально должны быть концентрированными, я надеюсь. Вау! 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 Так крутишь. Прикольно, блин. Просто что? Да с чем-то. Но я не знаю, как будет на коже. Давайте посмотрим. Я боюсь разочароваться. Такой момент есть. Вау! Какой яркий! Йоу! Просоты! Да. Вот этот довольно-таки яркий, я его растушую, будет прям идеально. Это подтон или оттенок моего будущего загара, я надеюсь. Итак, обложка для паспорта. Забавный факт, что за грамм паспорта я получала 6 месяцев. Как так, я не знаю. Это смешно, возможно, это моя халатность, но это отдельная история. Но эта обложка, она именно для обычного паспорта, мне она нравится, прикольно. Тут у меня купальник, я не знаю, показывается его или нет, потому что, ну, купальник как бы. Такой коричневый приятный купальник, надеюсь, он мне подойдет, я не мерила. Наконец, последний, тут написано хрупко, аккуратно, все такое, не случайно, потому что здесь у меня вот такой чудо-стакан. Внимание, здесь есть трубочка. И внимание, 2Х, тут можно сделать такую махинацию. Поставку, она очень красивая. Ее ставим наверх, и... Я просто в восторге! Это просто идеально. Это была не последняя штучка. Еще заказала часы, которые очень давно хотела, приглядела, и что-то как-то откладывала покупку их. Просто сверх всей эстетики мира. Давайте покажу вам аутфит, который у меня получился из этих вещей. Он просто меня убивает, убивает своей красотой. Ой, чертики и сам костюм идеален. Мне очень нравится, у него такой приятный материал. Паник показывать не буду, но я планирую как бы так ходить на пляж. Поэтому так вот со стаканом... Ммм, так вкусно! Я выиграла эту жизнь. Вот и все. Еще, конечно, подходят часы, но это у нас слишком. Мы не такие, да. У нас есть бассейн, и моя... Младшая сестра требует, чтобы мы сейчас с ней покупались. Для меня он уже маленький, поэтому я там просто буду с ним проводить время. До этого момента я не пробовала грушевый сок. Число. И это вкусно. Какие-то невероятные впечатления от этого. Немножко была сегодня на улице, пока я доходила на Яндекс.Маркеты, но я уже тут красная. Хотя, возможно, на камере это не сильно видно. Сейчас еще буду купаться, и, возможно, я вообще загорю, обгорю. Где-то 4-5 вечера. Возможно, солнце уже не такое яркое. После купания у меня план готовить блюдо, что за бред-то. На самом деле, просто нам нужно приготовить очень безумно вкусный суп-пюре, который мама вчера приготовила. Я хочу перенять у нее этот рецепт, чтобы готовить у себя в Москве, потому что это просто что-то вау. Опять-таки, доказательство того, что окружение очень сильно на себя влияет, потому что, проплавав с детьми, которым 4-5-10 лет, ощущение такое, что я сама стала ребенком. Я решила, что сушить волосы феном – это деструктивно, это отличная трата времени. Но сразу сейчас я буду приступать к готовке идеального супа. Вы знаете, многие скептически относятся к тыквенному крем-супу. Не очень, да? Но здесь все в разы хуже. Это крем-суп из кабачка. Может быть, это кажется сумасшествием, но это реально очень вкусно. Если это сделать правильно, и по рецепту моей мамы, который я оставлю в комментариях за 50 рублей. По рецепту моей мамы, который я сама еще даже не знаю, потому что она решила мне не говорить. Я, скорее всего, не буду снимать весь процесс, потому что это очень долго. Просто знайте, что я кухарка. Вещаю из этого же места, но спустя полтора часа мы сделали этот суп наполовину я, наполовину мамы, потому что я очень устала. Она мне решила помочь, за что ей большое спасибо просто. Успели это все попробовать, и сейчас поедем кататься на велосипедах, на великах. Я все детство каталась на великах, я обожаю велики. И, учитывая, что мы живем не в центре Нижнего Загорода, то у нас здесь есть много места, где это можно сделать. Сейчас покажу вам, надеюсь, очень красивый закат. Если нет, то вы. Ура, наше чудовое путешествие закончилось. Ну, не то, что это хорошо, просто мы хорошо провели время, но было немножко сложновато уже ехать. Спасибо. Сейчас по планам будем есть арбуз, черешню и сливу. Я не знаю, как-то быстро пролетел день, но я очень устала, я очень сильно хочу спать. Не знаю почему. Поэтому сейчас я смываю свои блесточки, свои реснички. Наверное, буду готовиться ко сну. Возможно, я послушаю книжку, которую я сейчас слушаю. Сюда я куда-нибудь ставлю, как она называется, и ее обложку. Может быть, вы захотите почитать тоже, я не знаю. Вам на вооружение эту книжку, и до завтрашнего дня. По планам у меня сейчас собрать, наверное, чемодан «Красный дар» и разобрать в целом его, потому что вчера я это не сделала, не успела. Я хочу начать читать свою новую книжку, которую я купила именно в бумажном формате. Я очень редко покупаю и читаю книги бумажными на варианте, опечатанном. Обычно я их слушаю. Я поняла для себя одно, что художественные книги я читаю именно в таком формате, а всякие научные, психологические и другие, именно аудио. Вообще, я хотела позагорать, но сейчас немного пасмурно, невозможно нормально это сделать. Спустя полтора часа я отобрала вещи, которые я возьму с собой в Краснодар. Даже, наверное, из этой кучки что-то уберу. Какие-то рубашки, которые плюс-минус похожие. Так, моя новая книга «Три товарища». Я очень хотела ее прочитать по советам моей сестры, по рекомендациям из социальных сетей. Мне пока нравится этот автор, поэтому я ее в целом купила. Успела я прочитать буквально три странички, и меня позвали поехать сейчас купаться. Поэтому мы собираемся и вместе с вами отправляемся именно туда. Вообще, я не помню, когда я последний раз плавала в каких-то водоемах, поэтому надо сто процентов туда поехать. Я просто в восторге от такого закатного макияжа. Очень нравится, как это выглядит на людях. Знаете, такой максимально как будто бы загоревший вид макияжа. Скорее всего, я сниму видео, как я это делаю, потому что параллельно просто поставить львон, и снимать это несложно, и не сильно затрачивает мои силы, поэтому я буду сейчас это делать. Вот такой вот каламбурчик у нас, да, немножко. Макияж получился примерно такой. Если честно, мне все нравится, но не хватило немножко оранжевых румян, которых у меня просто нет. Я выкрутилась как смогла. Но я добавила намного больше румяна, намного более ярких, чем мы обычно добавляют. Даже сравните, вот. Это румяна, которую я добавляю обычно, а вот это, которое я добавила сегодня. Кажется довольно плотно, и их очень сложно было растушевать, как-то сделать не такими кричащими. Безумно приятно пахнут, я просто в восторге. Честно, я не удержалась и сняла еще полтора видео. Да, это косвенно связано с социальными сетями, но как минимум я горжусь тем, что я сегодня не заходила ни в одну социальную сеть, только, наверное, в Телеграм, из-за того, что там общаюсь с людьми в основном. Я не смотрела ни одного рилсика, ни одного тиктока, ничего. Я этому безумно рада. Макияж мне, кстати, очень нравится. Вот эта оранжевая кофточка, она прям идеально дополняет нехватку оранжевого, о чем я говорила раньше. И знаете, что я хочу сейчас сделать? Пляжные волны. Хочу их сделать именно на специальной бегудюшке. Бигудю, точнее, это одна большая бегудя. Вот такая счастливая женщина. Надеюсь, я буду такой же счастливой. Я буду спать с этой штучкой на голове, поэтому, скорее всего, видео придется завершить именно в таком формате. Я сделала эту чудо-укладку, надеюсь, у меня все продержится. Не знаю, как это будет завтра утром, я попробую с этим поспать даже. Обычно я не сплю, я просто держу пару часов, но сегодня это не получится, потому что стемнеет и не хочется снимать в темноте. И опять, сегодняшний день пролетел максимально быстро, я не понимаю, как так идет время просто. Честно, не скажу, что тяжело без социальных сетей. Это можно из-за того, что только вот-вот приехал в Нижний Новгород, у меня новые какие-то впечатления. Я делюсь новостями и, наоборот, получаю новости от других людей. Если бы я это проводила на 11 день, когда я была бы уже в Нижнем, наверное, может быть, мне стало скучно, захотелось полистать какие-нибудь рилсы или что-то такое. Вот единственное, чем я занимаюсь, связанное с социальными сетями, это снимаю какие-то видео, вот. Понимаю, что это не сильно то, чего я боюсь, я боюсь именно завершать в цифровой среде, в контенте чужих людей, что не приносит мне никакой практически пользы. А то, что я снимаю контент, это мое хобби, без которого я просто не могу, мне нравится это делать, поэтому, к сожалению, от этого отказаться я не хочу пока что. По планам на сегодня хотя бы чуточку прочитать, потому что я только начала и даже вообще не поняла, а что там происходит, и я хочу посмотреть какой-то фильм, потому что у меня столько было сохраненных фильмов в ТикТоке, которые я просто безумно хотела посмотреть. Хочу смотреть какой-то один из этих фильмов. Просто сейчас еще пятница, вся моя семья дома, можно сказать, и это прям супер. Я обожаю, когда у нас совместные ужины, они практически всегда, когда никто не задерживается на работе и все остальное, и сегодня, надеюсь, будет то же самое. Опять все планы поменялись ежесекундно, и кажется, что книжку сегодня читать я все-таки не буду. Я хочу приготовить для всей семьи, подготовить ужин. Сам ужин уже готов, но нужно сделать салатик, нужно просто все разложить красивенько. Я в целом люблю этим заниматься, пока выберу фильм, который я хочу посмотреть. Вот такие дела. Итак, дорогие мои друзья, сейчас где-то 8 вечера, и мы выбрали с родителями со всеми фильм, точнее, я предложила посмотреть «Форсаж». Я не смотрела вообще никогда, мой папа смотрел все фильмы, поэтому что я ему не предложу, что он скажет, я это смотрел. Поэтому мы сейчас вот уже готовимся к тому, чтобы смотреть этот фильм. Ищем его на телевизоре, я надеюсь сейчас, что все бредут, кто хочет его посмотреть. Вот что касается моих мини-выводов, что я чувствовала за эти два дня, когда я была без социальных сетей, все равно у меня была какая-то тяга, потому что мне хотелось просто лечь в какой-то момент, открыть социальные сети, полистать что-то, просто мыслями уйти туда и не видеть каких-то перед собой проблем, каких-то вещей, которые мне нужно решать. Например, мне нужно было сделать определенный ряд дел, я просто такая, блин, вот сейчас просто полистать какие-нибудь рилсики и, не знаю, и забыть, что у меня вот эти вот вещи есть. Вместо листания рилсиков я изменяла на что-то другое. Например, включала музыку, болтала с своей младшей сестрой, просто разговоры с ней, это отдельная какая-то тема. Она просто очень смешная, такая забавная девчонка, поэтому мне всегда с ней весело. Когда я понимала, что мне нужно отдохнуть, и это дело не с помощью социальных сетей, а просто вот какими-то такими методами, в целом за эти два дня было не так сложно это сделать, потому что это небольшой промежуток. Плюс у меня был уже такой опыт, и я в целом знаю, какие плюс-минус дела можно поставить себе. Если вообще поставить себе такую задачу, что мне нужно придумать, чем я заниматься безусловно в социальных сетях, а это миллиард дел, то есть я сразу, когда ты садишься перед белым чистым листом, ты сразу написываешь, накидываешь всякие дела. Это классный именно опыт для каждого человека, попробовать так это здорово. В данном случае мне даже немножко жаль, что я блогер, потому что я максимально не хотела, знаете, правда. Мне не хотелось прекращать снимать видео, прекращать выкладывать видео на эти два дня, хотя в том году я это делала, и тоже уже была блогером, но у меня тогда было меньше аудитории и меньше, собственно, какой-то ответственности в моей голове. Я сейчас понимаю, что я не хочу мне выкладывать какой-то контент только из-за того, что я вот поставила себе планку, не смотреть рилс и какие-то тиктоки других людей, условно. Мне приходилось, правда, больше контролировать, чем обычно. Потому что обычно у меня так работает, что я захожу выкладывать какой-то свой контент, и каким-то забавным, чудным образом переключаюсь на контент другого человека, и все. Поэтому вот это единственный такой минус, который был за эти два дня, потому что я из-за этого, наверное, не ощущаю, что я полноценно отказалась от социальных сетей. С другой стороны, я рада тому, что я снимала видео и занималась тем, что мне нравится. И это не было связано с тем, чтобы я 24 на 7 была в телефоне. У меня, по крайней мере, такого чувства не возникло. У меня был довольно-таки активный отдых, что и вчера, и что и сегодня. Поэтому я считаю, что это прям идеально. Из выводов, наверное, это все. И честно, я поняла, что снимать влоги это тоже такие вот длинные. Это тоже очень тяжело. Это очень долго, это сложно. Сейчас мне это все еще монтировать, это тоже много времени занимает. Каждый раз, когда я долго не снимаю длинные видео, я потом думаю, да ладно, сейчас быстренько сниму, быстренько смонтирую, но с длинными видео так не работает, как с короткими. Я рада, что я повторила этот опыт два дня без социальных сетей, да, может быть, в этом году немножко по-другому. Но все равно я довольна. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо каждому из вас за просмотр. И пока, до встречи в новых видео.